Масштаб личности Льва Николаевича Толстого В далеком 1845 году 17-летний граф Толстой, на тот момент бывший студентом Восточного отделения философского факультета по разряду турецко-арабской письменности, решил изменить свой выбор. И заняться совершенно другим делом, более естественным и легко приложимым в частной жизни. Он подает прошение о переводе на юридический факультет, платит за слушание лекций 10 рублей серебром и становится учеником одного из лучших профессоров правоведения, Дмитрия Ивановича Мэйера. Под его руководством он проводит сравнительный анализ наказа Екатерины II и трактата о духе закона в Шарле Монтескье. И отмечает в своем дневнике, что эта работа открыла ему первокурснику новую область умственного самостоятельного труда. Но много лет спустя, в 1909 году, Лев Николаевич, теперь уже всемирная знаменитость, следуя, сделает совершенно другое признание. Я ведь сам был юристом и помню, как на втором курсе меня заинтересовала теория права. И не только для экзамена я стала ее изучать. Я думал, что найду в ней объяснение того, что мне казалось странным и неясным в устройстве людей. Но помню, что чем более я вникала тогда в смысл теории права, тем все более и более убеждался, что есть что-то неладное в этой науке. Или я просто не в силах был ее понять. Проще говоря, понемногу я убеждался, что кто-то из нас двух должен быть очень глуп. Или неволен, автор энциклопедии права, или я, не способный понять всю премудрость этой науки. Мне тогда было 18 лет, и я не смог не признать того, что глуп я. И потому решил, что занятие юриспруденцией свыше моих умственных возможностей и решил ее оставить. Вот так звучат строчки из письма о праве, которое было окончательно отредактировано Толстым 27 апреля 1909 года. Оно было адресовано некоему студенту Санкт-Петербургского университета по фамилии Крутик. Прослушав курс профессора Петражицкого и желая бесконально разобраться в тонкостях взаимоотношения положительных и нравственных законов, этот молодой человек с соответствующей просьбой обратился к Льву Николаевичу. Тем самым, писал Исаак Крутик, вы помогли бы не мне одному, а многим изучающейся молодежи, которые не глухи к голосу вашей великой совести. Лев Николаевич счел это письмо забавным, автор очень милым и умным, но он очень долго не решался ответить на него. В итоге ответное письмо переделывалось и переписывалось более 20 раз. А потом в присутствии многих толстовцев его неоднократно зачитывал вслух личный секретарь Толстого. Вспоминают, что это письмо было отправлено лишь после того, как Толстой его одобрил окончательно, радостно воскликнув. А все-таки эта статья мне удалась. Но, тем не менее, содержание письма настолько выбивалось из общепринятого, что ни одно издание, ни иностранное, ни русское, не решилось его публиковать. И лишь в 1910 году русско-французский журнал опубликовал его в Женеве, а также издательство «Вайбель и Ка», выпустившее отдельную брошюру. Обратившись непосредственно к тексту письма, мы увидим весьма жесткую оценку права. Как пишет Толстой, первое впечатление о праве смешное. Оно забавно своим императивными переживаниями и той важностью, с которой преподается почтенными пожилыми профессорами. Но есть у права и другая сторона, более чем серьезная. Так называемая наука о праве на самом деле есть величайшая чепуха, которую нельзя ни придумать, ни распространить легким сердцем. Потому что единственная цель права нехороша, и состоит она в том, чтобы оправдать дурные поступки, постоянно совершаемые людьми нерабочих сословий. Есть люди, имеющие власть, и есть те, кто им подвластны и во всем подчинены. Странным, ничего не значащим словом «право» называют простую и ясную с точки зрения здравого смысла истину. Люди, имеющие власть, сами себе дают разрешение составлять подвластных делать то, что выгодно властвующим. А для подвластных правом называется разрешение делать все то, что им не запрещено. Право государственное, утверждает Толстой, есть право отбирать у людей произведения их труда, посылать их на убийства, называемые войнами. А для тех, у кого отбирают произведения их труда и которых посылают на войны, право пользоваться теми произведениями своего труда, которые еще не отобраны. Право не идти на войны, на которых еще не посылают. Он еще более резко высказывался о гражданском праве и о праве уголовном. Право гражданское он понимал как право одних людей на собственность земли, на тысячи, десятки, тысяч, десятин и на владение орудиями труда. И право тех, у кого нет земли и нет орудий труда, продавать свои труды и свои жизни, умирая от нужды и голода. Уголовное право он называл правом одних людей, ссылать, заточать, вешать всех тех, кого они считают нужным. Для людей же, ссылаемых, заточаемых и вешаемых, есть право не быть изгнанным, заключенным, повешенным, но до тех пор, пока это тем, кто имеет возможность это делать, не покажется это нужным. То же самое и по международному праву. Это право Польши, Индии, Боснии, Герцеговины – жить независимо от чужих властей. Но только до тех пор, пока люди, распоряжающиеся большими количествами войск, не решат иначе. Таким образом, то, что скрывается под словом «право», есть ничто и не мое, как только самое грубое оправдание тех насилий, которые совершаются одними людьми над другими. Между тем, по мнению Толстого, элементарные требования нравственности заключаются в том, чтобы не делать другому, чего себе не хочешь. Сострадать бедному, голодному, прощать обиды, не грабить людей, не присваивать и вообще не делать того, что сознается злом всяким неиспорченным разумным человеком. Резко осуждая право как безнравственность, Толстой приводит такой характерный пример. Живет владелец тысячи десятин земли, то есть человек, противно всякой со мной несомненной справедливости, завладевший один естественным достоянием многих. И в особенности тех, кто живут на этой земле. И вот один из этих огрубляемых людей, безграмотный, одуренный ложной верой, передаваемый ему из рода в род, спиваемый правительством водкой, нуждающийся в удовлетворении самых первых жизненных потребностей, идет ночью с топором в лес и срубает дерево, необходимое ему для постройки или для того, чтобы на вырученные деньги купить самое необходимое. Его ловят. Он нарушил право владетеля тысячи десятин леса. Знатоки права его сажают, отправляют в тюрьму и оставляют голодную семью без последнего работника. По мнению Толстого, получается, что право есть оборавдание существующего зла. Но, тем не менее, в завершении с такого жесткого письма о праве, Лев Николаевич Толстой все же положительно отвечает на вопрос о законе, обязательном для всех людей, как свободных и разумных существ. Высший закон этот, самый простой и доступный всякому человеку, состоит в том, чтобы любить ближнего, как самого себя. И потому не делать другому того, чего себе не хочешь. И закон этот так близок к сердцу человеческому, так разумен, исполнение его так, несомненно, устанавливает благо как отдельного лица, так и всего человечества. И так одинаково он был провозглашен всеми мудрецами мира, от Будды, Христа, Конфуция до Руссо, Канта и позднейших мыслителей, чтобы, если эти нековарные и зловредные условия, которые делают богословы и правоведы для того, чтобы скрыть этот закон от людей, он бы уже давно был усвоен огромным большинством людей. И нравственность людей нашего времени не стояла бы на такой низкой степени, на которой она стоит теперь. Как свидетельствует близкий друг Толстого, редактор и издатель его произведений Владимир Григорьевич Чертков, под влиянием этого письма его непосредственный адресат, петербургский студент Исаак Соломонович Крутик, бросает университет, селится в Серпухове и начинает заниматься изучением теории сельского хозяйства. Однако очевидно, что такому примеру вряд ли последуют современные студенты, представляя себя адресатами этого письма. Более того, с трибун всевозможных студенческих научных конференций и форумов Толстого бойко упрекают в правовом нигилизме, позволяя себе необдуманные, на наш взгляд, оценки. Был неправ, заблуждался. Их допустимость не только не бесспорна, но и, конечно же, не скромна. Но не останавливаясь на критике этой позиции, мы бы хотели обратить внимание на несколько иной аспект рассматриваемого письма. Дело в том, что аргументы об обманчивости и зловредности права, как это следует непосредственно из текста письма, Толстой связывает исключительно с терминами «das recht le droit». А они передают понятие права неразделенно. Правом может называться и называется только то, что утверждено внешним юридическим законом. Что же касается рассуждения Толстого о законе любви, обязательном для всякого свободного и разумного человека, то в данном случае речь идет о некоем правильном отношении к самому себе и правильном отношении к другим людям. Всем своим литературным творчеством Толстой утверждает, что жить надо так, чтобы свою душу не погубить, связанную с Богом. Вспомним хотя бы главного героя последнего романа Толстого «Воскресенье» князя Нехлюдова, который оказывается присяжным по делу обвиняемой в убийстве проститутки и стрепетом узнает в ней Катюшу Маслову, некогда соблазненную и брошенную им горничную своих тетушек. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании, и Нехлюдов, увидев в падении Катюши свою личную вину, испытывает стыд. Ему гадко, и он, холеный барин, привыкший к роскошной жизни, в глубочайшем искреннем раскаянии едет вслед за ней на каторгу. Но Бог, как и пробудившийся вдруг совесть Нехлюдова, понятие вне пределов человеческой логики. Богом именуется абсолютное начало жизни, непостижимое для разума. И знание о Боге, подобно знанию бесконечности числа, безусловно, предполагается, но определению не поддается. Человек не имеет возможности общаться с Богом непосредственно, зато способен сделать это косвенно в проекциях правильного отношения к самому себе и правильного отношения к другим людям. И построить такие правильные нравственные отношения можно постольку, поскольку перед Богом равны все. И в перспективе вечности Бога теряет какой бы то ни был смысл различие между бедностью и богатством, безобразием и красотой, дряхлостью и молодостью, ну и так далее. В каждом человеке необходимо ценить достоинство божественного происхождения. Показателем же правильного отношения человека к себе является стремление к совершенству. Надо не быть ведомым, а идти самому, с открытыми глазами, действуя разумно и ответственно. Такое нравственное, то есть правильное отношение к себе автоматически гарантирует нравственное отношение и к другим. Я в них, и они во мне. И единственным основанием всякой нравственности является признание жизни каждого человека священной. С высоты сегодняшнего дня, с учетом трагического опыта XX века, с его квинтэнсценцией насилия, хомо хамини, человек человеку, начертана на бронзовой мемориальной доске в Освенциме. Мы понимаем, что нравственный закон, тот самый закон любви к человеку, о котором писал Толстой, все же старается найти свое воплощение в современном праве. Связанность и ограничение правом, правовым законом предполагает особую конфигурацию правопорядка, соответствующую именно нравственному отношению к себе и другим. От забвения этих нравственных ориентиров, от пренебрежения и безразличия к ним и предостерегает письмо Льва Николаевича Толстого о праве, адресованное в том числе и нашим современникам. Есть ли в словах Толстого жестокая правда сегодняшнего дня? Несомненно. Наша эпоха слишком изменила чувствование человека. Я приведу к тому одно из доказательств. Российская Академия Наук провела достаточно серьезное, обширное социологическое исследование относительно недавно, год с небольшим. И это исследование было проведено на предмет оценки изменений типового психологического облика наших сограждан, начиная с 1981 года. Это исследование показало, что чувствуют и что видят люди. Злость, наглость, потерю во многом самоконтроля. От чего это произошло и происходит? Ответ не может быть односложным. Но один из предполагаемых ответов на этот вопрос, наверное, кроется в кризисе культуры. И он, безусловно, не смог этот кризис застронуть и тех специалистов, которые занимаются правом. Все мы, пишущие и читающие на русском языке, работаем со смыслами, производными от русского языка, культуры, духовности. Что же мы наблюдаем? Словоговорение стало нищим, бедным, неверным. Много слов забыто даже в простом, бытийном общении друг с другом. Неграмотность не становится чем-то постыдным. И я, как прежде всего представитель именно юридической науки, могу сказать, что с болью видишь судебные акты, в которых решаются судьбы людей, в которых ты видишь трагедию. Страдают теми же самыми пороками, о которых мы говорим. А ведь если говорить словами Ивана Александровича Ильина, язык – это орудие не только мысли, орудие душевного и духовного выражения. Это не только орудие поэзии, театра, культуры. Это прежде всего орудие права и государственности. Мы же на примере писанных законов видим тысячи примеров тому, что не то, да не так хотели написать. Что не то, да не это хотели вложить в написанное. Да и не о том думали. И если посмотреть последние судебные обобщения, постановления, то они все начинаются со слов. А по смыслу такой-то статьи? А где этот смысл? Более того, он теряется, меняется, искажается. Отчего это происходит? Я приведу ответ в качестве ответа. Слова, которые прозвучали более века назад из уст французского философа Прудона. Его воззрения очень были близки Толстому. Так вот, что он писал? Книга, куда право вписывает свои предписания, все растет и растет. И мир скоро окажется слишком малым для всех будущих сводов. Законы, указы, ордонансы, циркуляры осыпают бедный народ, как градом. Вскоре вся политическая почва покроется бумажным слоем, который геологам придется описывать под названием бумажная формация. Как будто это сегодняшний день. Что мы видим? Нормотворческий вал, гиперрегулирование, бессистемность и все более усложняемость текстов, законодательных актов. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что осмыслить реальное значение всего, что сейчас регулирует нашу жизнь, почти невозможно. Ну и крайнее, чем бы я хотела закончить свое выступление. Разве вся жизнь людей протекает в сфере законов? Да нет. Только одна тысячная доля принадлежит закону. Вся оставшаяся часть, большая, она проходит в сфере нравов и воззрений общества. И потому я чувствую себя и как преподаватель, и как человек, несущий в себе это орудие, виновным и ответственным. В том, что мы учим студентов бумажным законам, спрашиваем с них статьи, а надо бы научить бы их любви, а надо бы прививать бы им склонность к добру и справедливости. Потому что право – это прежде всего добро и справедливость, если говорить языком Аристотеля. И я чувствую себя виновной и ответственной в том, что мы перестали готовить юристов. Нет более юристов. Есть цивилисты, криминалисты, процессуалисты, очень узкого мировоззрения. Вот на такой, наверное, печальной какой-то ноте мне хочется окончить, хотя я прошу у вас прощения, потому что само мероприятие началось так вдохновенно, с музыки, которая, наверное, дает веру в то, что мы способны что-то изменить. Сегодня у меня был первый семинар по особенной части гражданского права. Когда я студентам в качестве подготовки к следующему заданию дала к прочтению обязательному роман «Воскресенье», они были крайне удивлены. Но мне так хочется что-то изменить, на что-то повлиять, что-то расколоть внутри их душ, потому что они еще такие чистые, такие прекрасные. Они дают, наверное, мне какой-то повод думать, что все еще может измениться в лучшую сторону, чем то, как описывал реальность жизни французский вилософ сто с лишним лет тому назад. Большое всем спасибо. Спасибо.